Всем привет! Между тем у нас новый влог. Итак, я иду к маме. Извиняюсь за ветер. Сегодня странная погода. Все хотят спать. И сегодня я иду помогать маме разгребать перед её переездом. Моя мама собирается переезжать для того, чтобы делать ремонт. Ремонт у неё основательный. С обдиранием стен вплоть до кирпича. То есть вся побелка. Там всё, короче, ничего не будет. И мама переезжает на это время. Нужно разобрать всё её вещи. Квартиру полностью очистить. Складываются обстоятельства таким образом, что несколько коробок у мамы мои. То есть это те коробки, которые там какие-то мои вещи хранятся, которые я почему-то не перевезла, когда съехалась с Ильёй. Короче, очень странно. Мама у меня знатный плюшкин. Я думаю, как все мамы. Поэтому нужно мне, знаете, такой мужской рукой взять и выкинуть всё. По чёртовой матери. Вышел репортаж на канале ГТРК Кубань с моим интервью. Чтобы вы понимали, интервью я давала долго, отвечала на все вопросы. Там я не знаю, сколько, минут 40. Мы только вот чистого времени снимали интервью. Потом я давала устное разрешение на то, чтобы люди взяли кадры из моих влогов, для того, чтобы какие-то вставить. Потом несколько раз мне спросили, а можно ли ребёнка мы вставим? Ну, то есть у них какие-то были свои задумки. Я разрешила и изображение моего ребёнка использовать. И при этом вот столько было разговоров. И в итоге посмотрите, что получилось. Вот то, что я вам покажу, это весь репортаж, весь отрывок со мной. Посмотрите. В Краснодаре своих блогеров тоже достаточно. Многие попали в мир интернет-дневника. Примерно так переводится блог. Из серьёзных профессий. Некоторые совмещают блогерство с официальной работой. Есть ли конкуренция у блогеров? Создают ли они сообщество? И как развивается новая субкультура в Краснодаре? Сейчас расскажу. Если вы считаете, что ваш кушон закончился, возьмите пинцет, обработайте его спиртом и аккуратненько переверните подушечку. И я вас уверяю, там будет ещё дофигища продуктов. Правда, приправленная юмором. Под таким соусом Ксения Цибульникова преподносит обзор косметики своим подписчикам. А их у бьюти-блогера около 60 тысяч. Такая популярность связана, скорее всего, с искренностью Ксении. Сама она называет себя нетипичным блогером. Ведь ничто не предвещало ухода в сеть. Она выросла в семье научных сотрудников и сама получила высшее медицинское образование. Косметику я любила всегда. Ещё в детстве я брала тетрадочку в клеточку и делала свочи маминой косметики. Безумно мне это нравилось. Я систематизировала по цветам, по оттенкам, по цветовой температуре, хотя тогда я в этом совершенно не разбиралась. Всё изменилось, когда девушка родила ребёнка и ушла в декретный отпуск. Чтобы раскрасить жизнь, увлеклась мейкапом и завела бьюти-блог. Иногда рассказывает о психологии и об интересных событиях в жизни. В прежней работе возвращаться не собирается. Я никогда не выхожу из дома без камеры, потому что я не знаю, где я найду какой-то интересный сюжет, интересное лицо, фактуру. Поэтому я всё время что-то снимаю. Я ношу с собой кисти, я ношу с собой такой базовый наборчик косметики. Всегда у меня что-то есть. Да, я без этого уже не могу. Вы выбрали ответы на такие вопросы, которые вообще неинтересны. Там было гораздо более интересно таким, эх, ну ладно. Там и рассказывали про других блогеров, но тоже. Я думала, больше охват будет. А там буквально трёх блогеров осветили, да, по-моему. Ну что-то около того. Короче, да, я несколько расстроена, но зато всё в рамках приличия. Я ж переживала, что будут там спорные моменты. Не, всё в рамках приличия. Итого, я забрала у мамы вот такую огромную коробку. Здесь мои грамоты, публикации, журналы, где мои научные статьи печатались. То есть это вот квинтэссенция моего тщеславия. Вообще, самые такие вот, сейчас я вам покажу, награды. Вон, видите, на стеллаже наверху стоят там мои кубки, какие-то медали и так далее. То есть, то, что, ну, вот такое, можно пощупать. Бумага-то, кому она интересна. У меня кубков, как у такой хорошей, породистой, выставочной собаки. И я нашла три грамоты, которые меня просто как-то вдохновили. Не знаю, почему. Итак, смотрим. Бла-бла-бла выдается мне за особые успехи в изучении чего читаем английского языка. Читаем дальше тоже какой-то год бла-бла-бла за особые успехи в изучении английского языка. И самая такая из свеженьких, из института уже, значит, олимпиада, первое место олимпиада по английскому языку. Вы понимаете? Когда-то Ксюша была очень даже хороша. А если вы хотите прокачать свой скилл или, как я, восстановить знания, то вам поможет самая крупная в России онлайн-школа английского языка Skyeng. Заниматься можно в любое время и в любом месте, главное, чтобы был интернет. Преподаватели подбирают для вас индивидуально, с учетом ваших целей, увлечений и даже темперамента. представляю, кого подберут мне. Уроки проходят в интерактивном учебнике, то есть учитель и ученик слышат друг друга и синхронно взаимодействуют, то есть вам не придется судорожно перелистывать странички. Важный момент, все уроки записываются и контролируются методистами для оценки качества работы преподавателя. Коммуникативная методика проведения занятий позволяет увидеть результат после первого урока. И это понятно, ведь вы говорите более 50% времени всего занятия. Интерактивный учебник тоже непрост, он базируется на материалах Кембриджа и Оксфорда. Также для учеников онлайн-школы Skyeng существует бесплатное приложение, в которое автоматически загружаются те слова, которые вы выучили на занятии. Это ли не чудо? Уроки можно приобретать пакетами 8, 16, 32, 64. Ну, понятное дело, что выгоднее покупать большими пакетами и на них даже действует рассрочка. Для всех желающих Skyeng дарит один бесплатный урок, для того, чтобы вы поняли, ваши, не ваши, подходит или не подходит. А тех, кому и этого мало, в описании ждет промо-код, который даст вам еще два бесплатных занятия. В современном мире английский язык это не роскошь, это не нечто опциональное, он везде, он повсюду, это жизненная необходимость, поэтому расширяйте горизонты и учитесь не скучно. Чувствуете, как приятно запахло рекламой? Прям восторг! Кстати, о птичках, вот эта олимпиада по английскому языку, которая была, там были все участники очень сильные, там победить, ну, как бы было достаточно сложно. И, ну, с нами начали разговаривать, мы беседуем с членами жюри на английском языке, и речь зашла об искусстве, о музыке, о поэзии на английском языке, а я не знаю ни одного стихотворения на английском языке. Может, какую-то песню вы там помните, но петь мне было очень стыдно. И вот эта экстремальная ситуация, видимо, я на адреналине, я вспомнила песню о журавли на английском языке, но знаете, вот на русском мне кажется порой, что солдаты, вот это, которую на 9 мая у нас поют, и я ее вспомнила, и я, конечно, я там, наверное, перековеркала все и вся, но я ее вспомнила, я ее не напевала, я ее продекламировала. Но главное это было делать серьезным лицом. И сейчас все карты в ваших руках, можете мне в комментариях написать все, что вы думаете о моем произношении, даже банить не буду, потому что я искренне считаю, что мой английский нужно улучшать, улучшать и еще раз улучшать. Давай, это будет такой диайвай. Расскажи, как нужно, какой песок нужно выбирать? Сырой. Сырой. Почему? Потому что она учитывается лопат. Логично. Это тоже сырой. Сырой, мокрый. Ты не умничай, у ребенка своя метода. У меня такой песок, если ничего не получится. По-моему, надо больше насыпать. Скажи, Вероника, сколько специалистов вокруг, да, бесит? Да, бесит. Скажи, мастер есть, нефиг лезть. О, это какая-то у тебя приспособа. Ничего себе. Трамбовка. Ты утрамбовываешь? Чтобы было без трещин, там это рыбка. А что интересно, как она у тебя не получит? Она не падала. Ты вообще не веришь в нашего ребенка, как тебе не стыдно. Она не берет сырой песок. Нет, я беру. Илья сказал, господи, да что ж так долго я решил делать свою пасочку. Я не знаю толку пасочку. Это куличик или нет? У меня тоже. Господи, какая разница? Терминология тут не важна. Пасочка, куличик. Все, паска, получится, не могу, да, си, си, си. Отлично. Раз, в отличие, ты, я иду гулять. Последняя? По-моему, она соединила несколько поговорок. Нет. Ну, какой можно сделать вывод из этого, дочь? Папа, я лопнула. Дядя. Ну, и что ты подавляешь ребенка своими успехами? Ого, какая лопа. Не, Вероник, знаешь, какой нужно сделать вывод? Что из сухого песка не получаются пасочки. Сетчик нужно брать, смотри, какой, вот смотри, пощупай этот песочек. Вот такой бери песочек. Алюха специально сделала идеальную паску, чтобы ребенка вот это вот... Вот тут ты его, баба, накладывай. На самом деле, все не просто так. Мы ждем бабушку, бабушка перехватит ребенка, и мы едем на фестиваль World of Tanks. Я сегодня буду среди... Что? А как это? Какой фестиваль? Ну, конвенция, а как это называть? Мероприятие. Но ты мне ничего и не вычитал. Как не вычитал? Вот, мы едем пообщаться с другими танкистами, и я такая вся, короче, стеляшка. Там будет возможность поучаствовать как в личном зачете, ну, короче, покатать, и там, сколько фрагов кто набьет, то ты, короче, победил. Если прийти в костюме танкиста, то тебя ждет приз. Мы не заморочились на костюм танкиста. Костюм не танкиста, а танка. Танка? Танка. Ну, ладно. Можно поломать. Приделать тебе на голову башню с орудиями, прийти и кусиниться... Но вообще у нас еще не все потеряно. О, у нас пришла бабушка, бабушка сейчас перехватит ребенка, и все. Ладно, пока не делал пасочки, мы рванули. Фестиваль, и там будут проходить командные бои, заезды, кто угодно может поучаствовать, потом между всеми участниками... Ты взял билеты наши? А, взял. Вот она. Вот она, билеты распечатала, Илюха. Между всеми участниками будут разыгрываться всякие кружки, какие-то там магниты, да, ну, такая мелочевка World of Tank-овская. Но я бы хотела, чтобы мы что-то выиграли. Да? 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 Ты бы хотел? Я бы очень хотела что-то выиграть. Хочу посмотреть на публику, кто там будет вообще. И, откровенно говоря, да, там говорят, танкист, горе в семье. На самом деле, танки, если мужчина не донатит, не голду, не покупает, не вкладывается в это там, да, то есть реальные деньги не просаживает, то это, на самом деле, не так уж и страшно. Когда... Время отнимает. Ну, время отнимает. Хорошо. А если мужчина рыбак, например, тратится на снасти, хотя нет, тут тратятся тоже они там на охлаждение, на видеокарты, на мышки, на все на свете. Но тут он хотя бы, у вас перед глазами, он хотя бы не бухой. Вот. Это уже неплохо, да? Я знаю, многие танкисты любят припухнуть и играть. Да? Так как, ты ж не... у тебя наведение ничего не работает, ты ж будешь мазать там. Они на арте начинают играть. А, на арте, да? Когда на арте, ты стоишь в одном углу, грубо говоря, запуляешь издалека. Ну, короче, такое себе. Вот. Ленивая игра получается. Ты, Илья, любишь светить, да, ездить на каких-то легких, маленьких танках? Я люблю все, когда у меня есть время. Ну, да, Илья сейчас стал гораздо реже играть. Сегодня, Илюха, поучаствуй, поучаствуй. Ой, ну, я не гарантирую, что я там... Я говорю, да пофигу, поучаствуй, даже если там что-то, короче, надо участвовать. называется мероприятие «Битва в взводу». Там основное будет на «Битве в взводу». Я так понял, какие-то взводы уже есть, зарегистрировались три на три форма. И также будет для всех желающих личный зачет. То есть вот тут и можно поучаствовать. Но опять же, если будет место. Да, а потом там еще какие-то за фотку в Инстаграме, может, мы сегодня, кстати, тоже выложим что-нибудь в Игрэм. За фотку в Инстаграме будут что-то давать, но там, по-моему, что-то неинтересное, да, несколько дней премиум-аккаунта. Там 7 дней према. Что-то за первое место что-то дают интересное, но это же надо... Да, а если побеждаешь в личном зачете дают монитор, ну это, конечно, это заберет какой-нибудь школьник, я уверена, который там просто задротит в эти танки. Короче, мы едем, я вам там все поснимаю. Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую косу. А ей нужен танкист в шлеме и в калифе, а ей нужен танкист касая сажень в плече. И шо вы думаете, она сказала? Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. По еде здесь так маловато, а мы с Ильей зарегистрировались в группе и получили сухпай, сухпайки, у Ильи луковые кольца, у меня ржаные сухарики и тут бонус-коды внутри, то есть ради этого стоило. Корейский лово. Чего? День премиум аккаунта, но может тебе-нибудь побоев накручить. Да, сказали второй вход посвободней, а вообще мы не знали, что здесь есть для детей развлекалово какое-то. Если бы мы знали, мы взяли Веронику. мы думали, что здесь наоборот типа с детьми не особо. Мы ошибались. Первая карта будет Прохоровка, моя любимая, единственная, которую я знаю. Сейчас посмотрим. Тут реально разыгрывают. Вот это вот очередь. Вот это вот очередь вся. Это на поиграть. Поэтому мыслью играть не пойдем. Все, сейчас начнется бой. Но я вам снимать не буду. Думаю, это не особо людям интересно. Хотя нам очень. Я вам сейчас объясню. Вот за вот этими столами. Вот один стой, вот второй. Сидят игроки. Их не видно, потому что там шоколота, походу. Я не знаю. Но это команда, взводы. Они играют. Вот это вот их бой. Одного уже, видите, убили. Они 3 на 3 играют. Вот одного убили, красного. Эти остались. Тут, блин, вообще месилово. Правда, раунды по 7 минут. Вон тут месилово с самого начала начинается. Короче, круто. Что за мероприятие? Что я могу сказать? Мне очень понравилась организация. То есть, понятно, что мужчины, да, в основном, и для женщин, скучающих, сделали вот эти салоны красоты. Типа, я так поняла, там какие-то экспресс-укладки, что-то такое делали для детей. Сделали игровую зону, причем Полесье, это известная белорусская фирма пластиковых всяких игрушек, выступает партнером. И вообще, игра Волкоттенк, знаете, ее разработали белорусы, я правильно понимаю? Как можно не уважать этот народ, я не знаю. Ну, красавцы. И в эту игру играют по всему миру. Вот что-то ребята разработали такое, что имеет такой колоссальный успех, да и в Полесье. Ну, я имею в виду игрушки. Играют тоже много где, но по всему бывшему СНГ точно. Организация мне очень понравилась, и, честно говоря, я ожидала увидеть очень много детей. Ну, прям, ну, типа шкалоты. Нет, очень много взрослых мужиков. Вся парковка заставлена машинами, то есть, очень много играют именно взрослых мужчин, которые, ну, сознание не делает, для них это вид расслабления, вид отдыха. Короче, мне понравилось. Круто. Илюха, а тебе? Илюха, Илюха бонус-кодики забивает, походу. Мы поедем домой, везем Веронике игрушечку, будем ее подкупать. Раз уж мы ее не взяли на мероприятие, придется теперь откупаться игрушками. А еще хочу отметить зверскую спекуляцию с детьми. Ну, сразу как-то все поняли, что дети, ну, которые маленькие совсем, там, самым младшему три месяца, по-моему, было, что тем, кто с детьми, дают какие-то подарочки. Родители уже в наглую детей пихали на сцену, знаете, ну, так типа, так, Серега, иди маме, папе, бабушке, возьми бонус-кодик. Ну, то есть, вот так вот это уже выглядело. Ну, я не знаю, Илюха, а если бы мы были с Вероникой, ты бы тоже ее пихал на сцену? Нет. Нет, закинул бы на сцену. Илюха высокий, он бы кинул Веронику на сцену. На самом деле, мне это не очень. Тормози, Люха, тормози, 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 тормози. На самом деле, мне эта спекуляция с детьми не очень нравится. Мне кажется, что это некрасиво. И, ну, ребенок как себя должен чувствовать? Одно дело, когда ребенок идет что-то себе получать, там, какой-нибудь шарик, да, понятно, а когда ребенка выпихивают, и он чувствует неловкость, мне кажется, можно отбить напрочь желание там на сцену выходить и вообще. И вот это вот такое, ну, конфузное состояние, мне кажется, оно действительно может вообще от публичных выступлений отвадить ребенка на всю жизнь. Хотя, может быть, я, как всегда, драматизирую, а может быть и нет. Вот. Половина детей сами, которые играют. Не, ну, там были дети, да, которые там, допустим, хотя бы 7-8 лет уже там, да, можно предположить. А когда 2-3 леток пихают, это, ну, совсем другая история. Но там был зачетный ведущий, я не знаю, он так жег у него, ну, реально были крутые шутки. То есть, ну, прям такие колки, при этом смешные, не особо обидные, но очень-очень такие меткие, я бы сказала, клевые. Мне ведущий очень понравился. Но мужички, которые комментируют, не шибко спортивные, я вам хочу сказать. Вот, короче, из всех видов спорта, киберспорт вообще, мой самый любимый. Вот, вот это я бы прям осилила. XM2-2 был последний бой. И, ну, как сказать, они все выбрали очень такую атакующую позицию, все хотели что-то доказать. И одна команда просто играла, они приехали, встали на базу, вот, и хотели захватом базы выиграть. А другие, они отъехали, посмотрели, что как из базы выбить, никак. И они разъехались, ну, видно, что они, видимо, подумали, постояли, поговорили. У них же эти наушники, микрофоны, да, они же слышат друг друга, они же разговаривают, игроки. И смотрю, вот они единовременно, вух, разъезжаются с разных сторон, и они базу начали атаковать. Короче, они выжили соперников с базы, и в итоге еще и победили. Короче, круто, воля к победе. Не знаю, мне нравится, мне нравится. Я бы пошел заниматься киберспортом, если бы он был. Да все бы пошли, все ленивые попы хотят в киберспорт. На самом деле, киберспорт, это все не так просто. Я понимаю, что людям, которые привыкли, ну, к другим моментам, каким-то жизненным, да, что такое киберспорт? Да нет, ребята, это тактика, стратегия, это вообще нужно быть очень соображающим чуваком, на самом деле. Это прикольно, это прикольно. То есть, почему шахматы, это спорт, а, значит, киберспорт, не спорт. Ну, короче, очень круто, я обалденно провела время. Илюха, ты? Короче, провела время, тоже отлично. А я лучше провела.